настало время раскрытия страшных тайн и это такой полу технически опять полу основанный на опыте обзор мопеда для людей которые хотят купить но по тем или иным причинам их это останавливает и слушайте давайте сразу о причинах честно по которым вы его не хотите покупать так сложилось у нас что эти мотоциклы в хорошем состоянии но сейчас стоит от 250 тысяч и проблема в том что с мотоциклом все хорошо они хорошо с вашим окружением которая говорит вам что вы купили мопед за большие деньги а могли бы взять 40-летний литровый спортбайк и в этом собственно вся проблема этого мотоцикла и вот когда мы отбросили никому не нужное мнение остается сухом остатке только ваше мнение и ваша голова и как бы это странно не звучало но ваша жопа которая будет ездить на этом мотоцикле и все люди которые вам говорят что ты купил ерунду лучше бы ты взял то 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 вот пусть они себе и берут но признайтесь сами себе эти люди никогда себе ничего не купят единственное на что они способны это только раздавать советы так что делайте выбор своей головой не обращая внимание на никому не нужное мнение вот и все и теперь когда вы с этой мысли в голове у себя пережили вы можете более объективно смотреть на мотоцикл которые которые перед вами представлен а именно suzuki grass tracker он же big boy он же suzuki ту 250 в разных его модификациях то есть это идет серия ты у 250 и отличаются они абсолютно минимально вот собственно мотоцикла бывают разные мотоцикла бывают хорошие и хорошие они различаются по классам и не надо сравнивать ну вы поняли свою пятую точку и с пальцем как говорит народная мудрость и сейчас мы поговорим про этот замечательнейший suzuki grass tracker дело в том что они ко мне на обслуживание зачастили и вот этот suzuki весьма и весьма был хорош естественно уже есть или будет выложено видео техническое как я его обслуживал что почему и как я вам скажу одну простую вещь мотоцикла подобного класса самые дешевые в обслуживании настолько насколько они могут быть потому что ну люди разные но и разных времен возникновение на этом свете и чтобы было понятно вот это наверное мотоцикл восход если бы мы были в ссср и градировали все это и делили именно на тот манер соответственно не надо думать что вы купили какой-то там я не знаю спортбайк супер мотоцикл или что-то подобное воспринимать это как просто мотоцикл просто мотоцикл для чего дело в том что этот мотоцикл а хоть это как бы и на намек на какой-то флэт трекер а флэт трекер это что это опять ответвление от скрэмблера подобных мотоциклов а скрэмблера подобный мотоцикл это что правильно это классический мотоцикл но с чуть чуть большими ходами подвески с каким-то чуть чуть более удобным рулем и чуть чуть более поднятыми крыльями и иногда чуть чуть более задратым выхлопом короче конструктивно это классический мотоцикл мотоцикл в его чистейшем виде. За счет этого, собственно, этот мотоцикл получается универсален везде. Вот абсолютно везде, но понятно, что вы на трассе там не будете ощущать себя сильно комфортно. Скажу так, у меня есть мотоцикл подобного класса Kawasaki TR250, и я успешно ездил на нем по трассе М4, я еду свои 110, и мне прекрасно. Когда ты это рассказываешь людям на каких-нибудь КТМах 1290, у них поднимаются волосы на жопе, и они не понимают, как я выживаю, как же, они же не валят в левом ряду, не разгоняя деда на Ниве, который случайно выехал обгонять КАМАЗ. Вот. Но если быть адекватным человеком, то вполне себе возможно на этом мотоцикле перемещаться даже по трассам. Что касательно города, простой пример. У владельца этого мотоцикла есть второй мотоцикл, третий даже мотоцикл, но о третьем мы не будем говорить, так как о мертвых либо хорошо, либо никак, потому что это мотоцикл Тула. А также у нее есть шадовка, 1100-е, 88-го или 87-го года, она у меня тоже на канале есть, такая бордовая, настоящая олдовая. И владелец, абсолютно адекватно все это оценивает. Он говорит, когда я устал, а мне надо куда-то доехать, у меня нет ни малейшего желания ворочать тяжеленную 1100-ую шадовку в городе, я просто сажусь на этого Жужика и спокойно, с комфортом, а самое главное не уставая, потому что он мало весит, ты с ним не борешься, ты просто сел и поехал. И ты не уставая доезжаешь из точки А в точку Б. Все. То есть я в принципе тоже придерживаюсь этой же философии и также эксплуатирую эти мотоциклы. Но, если вы обратите внимание, у мотоцикла широченный руль, то есть это такое, наследие предков эндуро, скремлеров и всего вот этого прочего. Руль безумно удобный, то есть им действительно удобно работать. И да, у нас тут заднее крыло, заднее крыло, кстати, есть несколько модификаций вида задней части, но он поэтому отличается. Есть чистый Биг Бой, есть Грэстрекер. Короче, все это одного поля ягода отличает, отличие минимальное. Тут, ну, как бы, эндуроприспособленность, мягко говоря, присутствует. Так же, как и зазор от маятника, ну, более чем. И, опять же, я делал такой мотоцикл на резине Митас Е07. Ну, короче, крупная шашка. И да, этот мотоцикл, про который я говорю, я тоже обслуживал. И на нем без проблем доехали до Крыма и обратно люди. И ничего не случилось, все выжили. Просто, ну, кайфует и все. Вот. Но, опять же, вот этот внедорожная приспособленность. Господа, вы вообще дорожный просвет видите здесь? Да, у него проходит колено выхлопа понизу. И, слава богу, оно проходит именно там и не жжет вам ногу. Тем временем у нас дорожный просвет до мотора 29, до выхлопа 25. И я вам скажу так, не у каждого эндуро полноценного есть такой дорожный просвет. В общем-то, мы получаем вполне себе логический вывод, что это довольно-таки универсальный мотоцикл. Что касательно самого важного для всех параметра, как валит и как прет. Не валит и не прет, но едет. Как-то понять? В общем-то, это древнючий двухклапанный мотор, который ставится бесконечное количество лет. Он, как вам сказать, он особо и не крутится и особо и не едет. Но у него есть другой прикол. Он такой тепловозообразный, как и мой мотор Квасаки ТР. В чем прикол? То есть, вот ты набрал на нем 110. Ну, на трассе, например, это такой крейсер. Вот. И если ты это набрал, дошел до этой скорости, то ему уже абсолютно пофигу. Ветер, горка. Там вот эта вот огромная шаболда старая раскрутилась. И он просто едет на инерции. Ну, собственно, тяговитость. И за счет этого и по грязи он едет неплохо, потому что ты буквально не трогай газ. Он сам едет, даже не глохнет под тобой. И вообще все прекрасно. Опять же, к вопросу моторов. Как бы это противно не звучало, но это, наверное, из этого семейства самый... Ну, ладно. Есть еще один. Ну, ладно. Вернемся. Мотоцикл, на котором вы никогда не останетесь нигде. Почему? Смотрите, какая история. Дело в том, что ровно тот же самый мотор ставился на Bolt Motors 250. И ровно тот же самый мотор делался еще на многие мотоциклы и на ноунеймы и прочее. То есть, китайцы его копировали в лоб. На Алиэкспрессе есть все, вплоть до 4-клапанной головки, 300-й поршневой и прочего. И то есть, вы никогда не останетесь без запчастей, если вам очень хочется ездить. Да, лучше собирать на оригинале, но важно в том, что ты никогда не останешься с недвижимостью. Вот и все. То есть, на него действительно очень много запчастей, в том числе и в наличии. И да, пресловутый Алик есть. Опять же, по поводу модификации этих моторов. У них были отличия. Собственно, вот перед вами у нас одна выхлопная труба и ручной декомпрессор. Как он работает? Вы один раз руками взвели, текстартером щелкнули, и его надо снова заводить. Есть же модификации грастрекеров. Причем, кто-то говорит, что они были поздние, кто-то были ранние. Черт, голову сломит. Но у него другая голова, и он с двумя выхлопами. То есть, у него два выхода, две выхлопухи, и он четырехклапанный. Но его четырехклапанность весьма условна. Почему? Потому что там идут вот эти типичные судучи, вот именно так и выглядит. Спаренная коромысла. И, то есть, у вас на одном коромысле два клапана висит. Вот такие вот. И, знаете, с точки зрения наполнения камеры сгорания и продувки, что-то мне подсказывает, что, учитывая, какие клапаны здесь, а я это видел изнутри, не раз разбирая Bolt Motors, и не только, что-то мне подсказывает, что они отличаются примерно ничем. И, как гласит легенда, как раз четырехклапанные, это ранние. А потом перешли на двухклапанку. И мотор стал еще более тяговитым. То есть, наверное, Сузуки пытались сделать так, чтобы тот мотор крутился, лучше продувался, наполнялся, а в итоге получилось, что у него только полка момента стала более провальная. А здесь полка момента ее нет. То есть, она вот так вот началась и пошла. Но каких-то гоночных прям характеристик вы от него не ожидаете ни в коем случае. Карбюратор простейший, как три копейки. Вот я сколько их делал, ни одного не было, ни одной рованной мембраны. В лучшем случае прокладка крышки поплавковой камеры. Регулировка клапанов, два лючка открутил, метку подвел, все, полетели, погнали. Я не встречал ни одной проблемы со стартером на этих моторах. Я не встречал проблемы со сцеплением. Давайте, опять же, простой пример. В былые времена, когда я обслуживал мотошкольные мотоциклы, был период, когда там было огромное количество Honda FTR и был один грызтрекер. Значит, что происходило? На FTR-ах текли прокладки клапанных крышек. Вот. А чтобы ее снять, вам надо снять мотор из рамы, вывалить ее на бок и поменять герметик. Ну, перевоплотнение сделать. А на там заводы на герметике. На FTR-ах раз во вторник, собственно, отваливались стартеры. Они стоят за мотором, они очень теплонагружены, их на горячую там масла от цилиндра идет в развале жар лютый, и стартера очень быстро сгорают. На FTR-ах неоднократно менялись сцепления. И, в принципе, все. Но доступность запчастей это трэш. То есть, FTR-ов нету в каталогах, ты его худо-бедно находишь на него запчасти. На тот момент, я давно с ним не сталкивался. От Honda CB223. Это тоже самый мотоцикл другой облицовки. Худо-бедно, там колодки, фильтра, задние колодки проблема. Вот. Ты находишь. Вот. Но по управляемости в режиме учебной площадки, то есть, когда огромный выбор от руля, FTR выполнял свои задачи с не самыми эрудированными учениками гораздо лучше. А у грастрекера больший вылет вилки, у него длиннее база, и вот это вот объезжание вокруг конусов ему давалось с большим трудом. Точнее, для людей, которые не умеют ездить, оно давалось с большим трудом. Это единственная причина, почему грастрекеров особо нету в мотошколах. Но все это к чему? К тому, что пока FTR ломались, грастрекер просто год за годом ездил. На него забивали такой хрен, просто лютый. А, удивительное и невероятное. Yamaha TV, Yamaha UBR, Honda FTR. У них очень быстро уходят зазоры клапанов, ну, в режимах учебной площадки, и расклепывало клапан, то есть верхняя часть клапана становилась как гвоздь. А вот на этой конструкции почему-то клапана не уходит, и о расклепе не идет речи. Вот удивительно. Давайте следующий удивительный факт. Это у нас оригинальный Сузуки. А на канале опять же есть видосики Балт Моторса Стрит, на котором я на 100 тысячах пробега вскрывал мотор, верх мотора. И дело в том, что там был родной Хон. И несмотря на то, что у владельца лежала поршневая, и он ее привез, я посмотрел и собрал обратно, потому что смысла лезть туда не было. То есть я это говорю потому, что даже китайская копия этого мотора отхаживает 100 тысяч. После этого владелец проехал еще 40. Там сейчас неизвестно, что гремит. Возможно, там просто люто уже стертый поршень на перекладку гремит, но он до сих пор ездит. И все это переваривается до сих пор. На родном коленвале мотор не половинился. А теперь представьте при должном обслуживании какой ресурс у этого двигателя. также опять же возвращаясь к учебным площадкам. Дело в том, что на грастрекере я за все эти годы, пока он был на площадке, это было года 3-4 точно, ни разу не менял сцепление. И вообще однажды, когда у меня сдох двигатель на Yamaha Syroo, я себе как раз нашел мотор именно такой. И вы не представляете, насколько там все монументально. Там шестерни коробки, как будто их туда от трактора белорусы панули. Он все настолько монолитное, настолько огромное. То есть это идеальный мотоцикл на долгое время из разряда поездки неспешные на рыбалку, не на по деревне, не знаю, по городу, да где угодно. Бешеный ресурс и не должно случиться ситуации, чтобы этот мотоцикл вас не довез. Максимум, что с ним может случиться, но это может случиться абсолютно с любым мотоциклом, это сгорит генератор, либо выйдет реле регулятора, может и то, и то, но простите, извините, тут уже пробеги мотоциклов и деталь, помимо того, что она создана 20-30 лет назад и стоит, так еще и пробег на ней, нифига себе. У данного мопеда вот пробег 50 тысяч километров. Что мы сделали? В двигателе отрегулированы клапана и поменяно масло, понятно, дальше перебрался карбюратор, перебралась рулевая, перебралась вилка, тормоза, вот, ну, я перебрал все, абсолютно обслужил. Из этого на таком пробеге реальные замены потребовали подшипники колесные, они померли, а когда-то до нас уже была поменена цепь звезды, и все, ну, вилку я перебрал, да, она уже потеть начала, все, то есть это вот реально список запчастей, именно которые были заменены, мы абсолютно не говорим о том моменте, что огромное количество работы проводилось, которое не требовало именно, ну, как вам объяснить-то, именно замены запчастей, вот, но тем не менее, тем не менее, про как-то лежит, мне не нравится, как он здесь проложен, надо стяжку поставить, но тем не менее, в общем-то, все остальное было живое, несмотря на такой пробег, но вы себе мечты не выстраиваете, какие-то эфемерные, надо смотреть еще на фактическое состояние, то есть вот у этого мотоцикла пробег 50, а бывает мотоциклы проезжают с меньшим пробегом, и они выглядят намного хуже по всем параметрам, как внешне, так и внутри, здесь же все обошлось таким большим, большим обслуживанием, ну, кому интересно, посмотрите, или уже посмотрели, как все это выглядело, значит, что дальше, по запчастям и расходникам, но с подшипниками рулевой, может быть, ну, не то, что проблема, а сложности, потому что в каталогах их нету особо, но по размеру все это подбирается, то есть находите оригинальный, да, он есть на мегазипе, на него свободнейший доступ каталога, это вам не хонда фтр, и, собственно, все находится без проблем, ну, и можете копировать порт номер, гугл вам выдаст аналоги, вы по аналогу, оп-оп-оп, от чего подходит, вбили, нашли аналог на другой мотоцик, очень несложно, по вилке вообще изи всегда в наличии все, подшипники колесные вообще тоже ноль вопросов, ступичные ноль вопросов, цепь звезды пошел купил вообще без проблем, то же самое касательно и передних суппортов, единственное, иногда бывает, что эти суппорта стоят с двух сторон и не перепутаете при заказе вам правые колодки или левые колодки, то есть эти суппорта стоятся много где, точно такие же стоят на чем? Z750 Kawasaki, вот, то есть это, ну, абсолютно Сузучи, кавасачья тема, именно тормоза, когда стоят такие-ка, то есть у меня, например, на моем Kawasaki TR стоит ровно такой же суппорт, но с большим тормозным диском, но он у меня стоит с правой стороны, а так ровно то же самое, я могу сказать, что на этом мотоцикле, на его весе передние тормоза, просто замечательно работают, вообще никаких проблем, и, кстати, что еще приятно, ну, у Сузуки, вот, именно на Грэстрекере, они ушли от этих отвратительных квадратных пультов, как на DRZ, здесь оно вот хотя бы выглядит как-то, ну, приятненько, что неприятно, конкретно для меня, вы не поверите, но вот это родной спидометр, вот именно такой ставится с завода, это какая-то фишка, Сузуки, он выглядит как китайский будильник, то есть, если ты бы не знал, что это оригинал, а не заказанный с Алиэкспресса, никогда бы в жизни не поверил, но вот почему-то Сузуки так делает, у них, на чем, на стрит-маджике такая же фигня у Сузуки, ну, в общем, любит месье возвращения, тут стоит достаточно здоровая тормозная машинка для 250-ки, ну, оно обусловлено тем, что здесь стоит здоровый суппорт, ровно такой же суппорт, как ставится, ну, вот на мотоцикле примерно такого класса, только их здесь два, а здесь он один, ну, и, соответственно, производительная тормозная машинка, вот, сидение абсолютно ублюдско выглядит, ну, такое ощущение, что это вот просто дед в сарае из Дермантина что-то сам сделал, нету пояска, нету какой-то вот строчки даже, ну, портит вид мотоцикла на самом деле, но это завод, к сожалению. Что еще бы рассказать? Ну, колеса тут 18-19, такая тоже, знаете, скрэмблерская история достаточно, что, опять же, подчеркивает, ну, внедорожность этого мотоцикла, ну, и, опять же, вот эта резина а-ля Flat Tracker достаточно забавная, ну, так, она как бы и город держит, и сухой грунт держит, ну, грунтовку, понятно, какую-нибудь травку минимальную, но никакой грязи, естественно, не, даже не думайте. Ну, Suzuki, в принципе, это такое стандартное решение, тот же Suzuki 1-1, там точно такой же спидометр, вот этот вот детский, плюс-минус такой же рисунок на резине, поэтому всё это уже всем знакомо. Вот, коробка здесь пятиступенчатая, Suzuki, в принципе, для них шестая передача это что-то загадочное, владельцы DRZ, большой вам привет, вот, как там ваша шестая передача, как вам там ваш крейсер на лучшем мотоцикле в мире-то, на вашем, да, вот, и, короче говоря, всё это здорово, чудесно, волшебно, и вот, вот, всё, что можно сказать, а я чё-то не понял, знаете, чё не понял? Вот тут бардачок, как бы, и знаете, какая у нас удивительная история, бардачок сквозной, у него задней стенки нету, её то ли отпилили, то ли чё-то сделали, это только сейчас заметил, ну да ладно, вот, ну и, коль мы пробрались сюда, у нас модификация с кикстартером, привет СССР, в целом он не нужен, если у вас нормальный аккумулятор, но факт его наличия весьма неплох, ну и, как вы поняли, логично, что спереди дисковый тормоз, карбюратор у нас вакуумный, ну, можно поиграться, поставить плоскодроссельный, эта штука поедет куда интереснее, но, кому это надо, вы потеряете по низам, ну, по тяге снизу, пушка не включается, не надо, вот, вы потеряете по тяге снизу, но будет валить наверхах, ну, не уверен, что эти мотоциклы покупают именно для этого, ах, так, ну что, попереду вроде рассказал, куда бы еще нам, тут заглянуть, и вам поведать истории, вот мотор, абсолютно примитивнейший, и прекрасно разбирается, собирается, и чтобы на нем снять, там, цилиндр, голову и прочее, не нужно его вынимать из рамы, и делать вам это придется очень нескоро, а еще, тут вот, в отличие от того же ФТР, Ямахи ТВ, несмотря на то, что этот мотор менее крутибельный, то есть, он больше на тягу, и в нем полтора литра масла, в отличие от ТВ, ФТР, где литрушечка, то есть, вы понимаете, что здесь объем масла, ну, для 250, он, ну, как бы сказать, до 250, который еще и очень дефорсированный, он избыточен, за счет чего этот мотор, видимо, и живет, то есть, тут цикл старения масла гораздо дольше происходит, вот и все, то есть, никакой фантастики нету, да, вот эта вот труба по низу проходящая, она с одной стороны раздражает, с другой стороны, слава богу, что она не идет вот где-то здесь, потому что это было бы просто средство для ошпаривания ноги, я на таком уже поездил, оно вот, вообще не надо, спасибо, что касательно задней части, то тут, да тоже ничего особенного нету, здесь задние барабанные тормоза, вбивает Сузуки ТУ, колодки вообще без проблем находятся, что не может не радовать, два спаренных амортизатора, вот им сколько лет не текут, а работают, и в отличие, например, от моего же Кавасаки ТР, я ездил на Гресс-трекерах, его не так пробивает, как стоковый амортизатор Кавасаки ТР, вот, о котором у меня есть видео на канале, я думаю, вы понимаете, о чем речь, кто смотрит этот видос, ну, а кто не смотрит, найдете, в принципе, в основном, в остальном, ну, монолит, то есть, здесь даже Сузуки более-менее раму красивую сделали, конечно, вот здесь вот это вот, тут дырка, дырка, можно было как-то обыграть получше, но в целом красиво сделано, то есть, если посмотреть, например, на раму 200-го джибеля, то там можно словить кровь из глаз, а здесь же нет, здесь все приятненько, опять же, защита цепи, что нетипично, она металлическая, хромированная, такого уже давно не делают, а она в основном везде пластиковая, вот, ну, сиденья, как бы, я метр девяносто, да, и я совершенно спокойно, без каких-либо проблем помещаюсь на этом мотоцикле, как видите, видно, видно, вот, ну, no problem, что касательно наличия подножек пассажира, то, знаете, есть такое понятие, как подвести человека, вот, подвести пойдет, ехать не надо, ну, если вам пассажир не сделал ничего плохого, в жизни, то не надо сюда сажать пассажира, в остальном, ну, возможности ездить вдвоем, естественно, присутствует, ну, подножки здесь, понятно, складные, ничего особо интересного нету, то есть, он вот есть и есть, на удивление, вот эта вот фара, казалось бы, примитивная, но она хотя бы с лампочкой H4, в отличие от всех эндуликов, старого, и вот этой вот школы, и она хорошо светит, а если туда с божественного Алиэкспресса диодную лампочку хорошую поставить, то вы, в целом, в принципе, очень сильно от жизни удивитесь. Опять же, кондовость мотоцикла, да, настоящая, с тем же настоящей, нужная, у него крыло переднее металл, заднее крыло металл, и у него из пластика только боковые крышки. Идеален ли конкретный Suzuki Grass Tracker? Нет. Знаете почему? Я вам расскажу, очень все просто, потому что, блин, вспомни бы год, что-то около 12-го года, когда выпускались инжекторные игры с трекера. Прикиньте. И вы представьте, если вы эту штуку еще и найдете на инжекторе. И в этот момент сразу Honda FTR у нас отваливается и не возвращается. Но сложность заключается в том, что эти мотоциклы тяжело найти, но их мало, только если целенаправленно искать на аукционах. То есть, вот по России очень мало вы их найдете. Но зато мотоцикл на порядок свежее. Все-таки Лен, 12-й год это не 2002-й год. И как бы найти живой гораздо вариант лучше. И опять же на канале есть видос, как я обслуживал инжекторный игры с трекер. И я не могу сказать ничего по нему плохого. Но опять же, если бы у меня был выбор, я всегда хотел игры с трекер, он мне нравился. Я даже думал такой взять в деревню, но потом не понял, зачем мне еще один. И в чем суть-то? Был бы у меня выбор мотоцикла, я бы купил другой. И я его уже купил. Квасаки TR-250. Почему? Ну, потому что для меня он более олдовый, более кондовый, более монолитный, что ли. И ну там прям очень скрэмблер. они его и называли, просто это заводской скрэмблер, действительно построенный на базе Квасаки и Стрелла, но оно другое. Там и сиденье лучше, и как-то вот, ну, понимаете, там прям вот олдскул, олдскул. А это все-таки уже смешение стилей, но при этом это не делает мотоцикла плохим. И он мне не перестает от этого нравиться. Просто мне не нужен второй очень близкий мотоцикл по классу, потому что у меня уже есть то, что мне нужно. В общем-то так, суть такова, думайте своей головой. Вам ездить на технике, которую вы купите, вам получать от нее удовольствие, а не тем людям, которые говорят, что стоит как машина, а вопрос какая машина, хреновая машина, та, которая по их меркам считается машиной. У всех разные запросы и потребности. И для кого-то Жигули это вершина совершенства, а кто-то на нее даже не посмотрит, потому что он уже давно пережил этот уровень, и пока те люди оставались на месте, топтались, человек просто рос, и ему это стало неинтересно. Вот и тут такая же ситуация, не слушайте никого, если вам нравится этот мотоцикл, и он отвечает вашим задачам, просто берите и покупайте. А мой видос только рассказывает о том, что в этом мотоцикле совершенно нечему ломаться по факту, если вы своевременно его нормально один раз для себя обслужите, и все с ним будет хорошо, и даже мотоцикл с пробегом 50 тысяч весьма и весьма жизнеспособен, что я собственно показал в своем техническом видео по этому мотоциклу, и рассказал в этом обзоре. Ну а у меня на этом для вас все, с вами была мастерская Панкмут Гараж, я Сергей Панкратов, всем пока.